Всем добрый день! С вами Аврора Дайджест. Редакция Аврора Медиа собрала топ острых событий в Хабаровском крае и не только. 24 октября в Хабаровске на очередном заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций, прошедшего под председательством главы краевого правительства Михаила Дегтярева, обсудили ход работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как особо подчеркнул губернатор, приведение автотрасс в нормативное состояние и развитие транспортной инфраструктуры прямо влияет на повышение качества жизни населения и безопасность водителей и пешеходов. В 2022 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в крае должны отремонтировать или построить с нуля 130 объектов, в том числе порядка 91 километра автодорог. Зам. предправительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов рассказал, в каком порядке будет осуществляться единовременная выплата мобилизованным. Выплату направляют по спискам из военного комиссариата без участия гражданина. Сумму зачислят на счет гражданина, которые используют национальную платежную систему МИР. Денежные средства поступят в течение пяти дней со дня получения Министерством соцзащиты списков от военного комиссариата. В новую поликлинику в прибрежном микрорайоне Хабаровска начало поступать оборудование. Построенные здания уже завезли более 40 медицинских холодильников. Также в отделениях в ближайшее время установят специальную технику для офтальмологии, аудиосмарт-аппараты, УЗИ для исследования носовых пазух и многое другое. Всего для учреждения закупят более 200 единиц медоборудования. В новом учреждении откроется ряд новых направлений, которых в 17-й поликлинике нет. Так появятся отделения аллергологии, кардиологии, медицинской реабилитации и иммунологии. Хабаровский край стал победителем конкурсного отбора региона, в котором будут созданы школы креативных индустрий. В следующем году на базе колледжа искусства создадут современные студии для творческого развития детей и молодежи. В ней будут студии звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. Творческие навыки смогут развивать ребята, начиная с пятого класса. Создание креативной школы в регионе реализуется по федеральному проекту «Придумано в России». На новое учреждение край получит 35 миллионов рублей. Представители добровольческого движения «Амурия» готовятся запустить в Комсомольске на Амуре бесплатные образовательные курсы для мужчин призывного возраста. Активисты рассчитывают привлечь опытных военных, которые смогут поделиться опытом участия в боевых действиях. До 15 ноября идет набор участников. Параллельно в проект привлекаются люди, готовые стать педагогами. Организаторы уточнили, что в западных регионах России подобные учебные центры, созданные на добровольческой основе, популярны. Желающих пройти курсы крайне много. В середине ноября пройдет первый организационный сбор отряда. Узнать подробности и записаться в качестве участника можно по номеру телефона. В России проведена проверка нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Учения всей ядерной триады прошли под наблюдением президента Владимира Путина и при внимании всего мира, особенно НАТО и США, которые параллельно провели собственные ядерные учения. По полигону Курана Камчатки произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярск» в космодроме Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы по организации управления войсками. Задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли своих целей. 24 октября в Минобороны РФ сообщили, что украинские организации получили указания по созданию так называемой грязной бомбы, а работы по ее созданию уже находятся на финальной стадии. По данным военного ведомства, взрыв радиоактивной бомбы Киев намерен замаскировать под удар ВСРФ и возложить всю ответственность на российскую сторону. Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Что такое грязная бомба и почему она не имеет ничего общего с ядерным оружием в классическом понимании, читайте по ссылке в описании. Благодарим за просмотр! Следите за нашим дайджестом!